Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Что такое криптовалюта и как можно на них заработать? Как обычно, по четвергам мы собираемся с вами для того, чтобы обсудить все последние тенденции на рынке криптовалют, обозначить ключевые перспективные торговые идеи и, конечно же, обсудить тот новостной фон, который нас сопровождает. Пожалуйста, уточните, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли перейти к тому материалу, который для вас сегодня подготовлен. Поставьте плюсики в общий чат, если вы меня хорошо видите и слышите, и мы начнем. Итак, насколько мне сообщили, все в порядке со связью, со звуком, с картинкой, поэтому можем начинать. Сразу обозначу, что сегодня вы можете задавать все вопросы в общем чате, который есть на данной странице трансляции. И в завершении трансляции мы обязательно на них ответы предоставим, на те, которые относятся к той теме, которую мы разбираем. Сегодня, на самом деле, заключительный вебинар в уходящем 2017 году. Мы с вами увидимся в следующий раз уже на первой рабочей неделе января, а также в четверг. Но напомню, что рынки криптовалют будут работать на протяжении всех этих дней, поэтому будьте внимательны, следите за рынком, потому что в любом случае волатильность никуда не делась. И, на самом деле, будет, мы уверены, еще много очень перспективных торговых идей. Пока же начнем с того, что подведем некие итоги 2016 года. Мы традиционно обычно начинаем наш вебинар с того, что даем некую базу, основные моменты, которые нужно знать именно с позиции теории, с позиции описания технологии криптовалюты, разбираем, что такое криптовалюты, для чего они необходимы, когда появилась первая биткоин-криптовалюта и чем это сопровождалось. Говорим про майнинг, про трейдинг криптовалют. Но повторюсь, что сегодня, по сути, все это нас не так уж и сильно интересует, потому что мы, прежде всего, сегодня готовимся подвести итоги уходящего 2017 года именно с позиции криптовалют. Конечно, нынешний год стал, на самом деле, историческим, потому что мировая общественность впервые узнала о силе криптовалют, о их возможностях, и, на самом деле, тот приток ликвидности, увеличение капитализации общей сферы криптовалют в этом году, пожалуй, превосходит все разумные, как казалось, пределы. То есть никто, я думаю, не мог подумать в начале 2017 года о том, что настолько сильным и революционным станет изменение ситуации по криптовалютам. Да, мы говорили о том, что и ранее было сообщество довольно развитое по криптовалюте, и было множество участников, которые, скажем, работали, обменивали одну на другую через биржи, криптовалют работая. Но вот именно в нынешнем году есть такое сравнение, аналогия с фондовым рынком США, когда мы говорим, что в США каждая домохозяйка, скажем, знает про ключевые новости на рынке американских акций. Вот на самом деле в этом году, по сути, каждая домохозяйка, можно говорить о том, что знает, что такое биткоин и сколько он стоит, потому что именно массовые характеры приобретает сфера криптовалют. После того, как мы подведем итоги этого года, мы перейдем в торговую платформу для того, чтобы обсудить лучшие торговые идеи на конец года, на предстоящие еще несколько дней, и на начало следующего года. Поэтому детальный торговый план будет вам предоставлен, который будет содержать информацию о том, зачем наблюдать, какие, прежде всего, криптовалюты рассматривать, и от каких ключевых торговых уровней работать. Поэтому сейчас, пожалуй, продолжим, да, и несколько слов скажем о том, что же мы видели по 2016, потому что, опять же, я уверен, многие из вас начали работу с криптовалютой не с самого начала года. То есть, возможно, вы так же, как и большинство, ничего не знали, да, и, по крайней мере, не имели, скажем, какой-то торговый счет у брокера, либо, скажем, аккаунт на криптобирже. Поэтому вам в случае будет полезно узнать, что же было интересного в этом году. На самом деле, можно обозначить такую ситуацию, как всеобщая активизация. То есть, мы слышали множество заявлений со стороны представителей с Wall Street, да, финансистов, которые до этого даже не упоминали никогда о криптовалютах, считая их чем-то посредственным, да, со второго плана, и вообще не думая о том, что это может быть какого-то рода финансовым, скажем, активом, либо инструментом для инвестиций. Напомню, что все поменялось буквально в декабре этого года, когда были запущены фьючерсы, да, то есть первые, первые биржевые инструменты на биткоин. Да, это производные инструменты. В ходе прошлых вебинаров ссылку на которые вы можете видеть в общем чате. Мы уже обсуждали, что означает для сферы криптовалют появление фьючерсов на Чикагской товарной бирже и на бирже CBOE, да, то есть сразу две, одни из главных фондовых площадок США, по сути, запустили инструменты, которые позволяют крупным инвесторам со всего мира принимать участие в торговле криптовалютой, в первую очередь, конечно же, биткоинов, потому что пока только фьючерсы на биткоин торгуются на данных площадках, и на самом деле это является одной из причин тех движений, того снижения, которое мы видим в данный момент. Потому что вот тот, скажем, умный капитал, который получил доступ к торговле биткоином, он, конечно же, с помощью некого элемента манипуляции, и плюс используя, скажем, повышенный объем, с которым они привыкли работать, и вот все это обусловило все движения, которые мы видим в конце года. Это было одной из нескольких причин, да, о причинах того снижения, которое мы видим в последние дни года, мы также, конечно же, поговорим. Также довольно сложной была ситуация с регулированием, да, политика властей в разных странах, она кардинально отличалась, но, по сути, было меньшинство, это Япония, скажем, еще несколько стран, которые более-менее лояльны к сфере криптовалют, и все остальные, которые относятся к криптовалютам довольно-таки настороженно, и пока еще не признают их. Да, вот напомню, что Япония, сделав официальное признание биткоина платежным инструментом в начале апреля этого года, по сути, обеспечила ему дальнейший рывок и закрепление локально на тех максимумах в 4-5 тысяч долларов за одну монету, которую мы видели в начале-середине этого года. Впоследствии уже были другие ключевые факторы, которые также влияли на уже дальнейший рост биткоина, но вот та, скажем, стартовая площадка для этого рывка, она была создана, конечно же, если мы вернемся в начало года, резким повышением спроса со стороны азиатских инвесторов, прежде всего, из Китая, и затем уже получила развитие ситуации, когда мы стали свидетелями официального признания со стороны регулятора Японии биткоина официальным платежным средствам. Напомню, мы уже говорили еще, когда в конце прошлого года проводили общий скандал-гуминар по инвестиционным идеям, говорили о том, что резкий спрос на криптовалюту в Китае, потому что гражданам этой страны запрещено покупать иностранные валюты для того, чтобы не нарушать стабильность вокруг местной валюты китайского юаня. И поэтому эти капиталы крупных инвесторов устремились в свое время на криптовалюты, обратились в взор китайские инвесторы именно на криптовалюты. Вот те рыбки, скажем, с 700-800 долларов до 1000, до 1500, и это было плюс до 100% на тот момент, уже казалось чем-то довольно необычным и тем, что заставляет на себя обратить внимание. И каково же было удивление многих, когда этот рост продолжился, и мы увидели еще дальнейшие движения на десятки и сотни даже процентов. Да, но тем не менее, вот мы сейчас говорим о том, что в целом сейчас ряд центробанков, например, в России и в том же Китае, да, хоть и тестируют некие собственные токены, разрабатывают, так или иначе, какие-то проекты на основе блокчейн, но тем не менее негативно относятся к криптовалютам, по крайней мере, не влияют и не способствуют ее дальнейшему продвижению. Если мы говорим про биткоин, то отметим, что биткоин был и остается главной криптовалютой, да, 2017 год только подтвердил силу этого инструмента, и несмотря на то, что есть некие технологические проблемы, на которые постоянно обращают внимание, несмотря на то, что все ругают, да, биткоин за долгий период обработки транзакций, например, за то, что это становится уж такой довольно большой неповоротливой машиной, да, и используют, скажем, для своих повседневных нужд какие-то более легкие, простые в использовании, а главное, более быстрые, да, и при низких избежках криптовалюты. Но, тем не менее, биткоин остается главной криптовалютой, с большим отрывом удерживает первое место по капитализации. Его, кстати, капитализация хоть и колебалась, да, вот в этом году примерно от 40 до 60%, тем не менее, он завершает год на близких к максимуму, да, среднегодовому значению по капитализации. И, конечно, учитывая, опять же, масштабы биткоина, да, его размеры, выглядит очень убедительно тот рост, который он продемонстрировал, да, то есть мы можем, конечно, с пониманием относиться к, скажем, росту в несколько раз какой-то небольшой монеты, которая добилась какого-то технологического прорыва, либо просто заслужила, скажем, путем своего отдела маркетинга и продвижения, да, в сети популярность повышенную, да, и мы увидели резкий рост, скажем, в моменте. Но разогнать, да, курс, допустим, биткоина, это уже гораздо более серьезная задача, и, конечно, никто, скажем, целенаправленно на вот такое многократное увеличение повлиять бы не смог, да, мы здесь уже неоднократно говорили о том, что психологические факторы оказывали постоянную поддержку биткоина, да, потому что то, что растет в цене, постоянно привлекает все новое внимание, все новый капитал, и в целом капитализация сферы криптовалют, она неуклонно росла вот до, пожалуй, конца этого года. Об этом мы еще сейчас отдельно поговорим. И, на самом деле, вот после тех событий в Японии, да, следующий момент, который обязательно нужно обозначить, вот те ключевые этапы в нынешнем году, которые мы наблюдали, это, конечно же, форк и биткоин, да, то есть форк – это некое обновление основного протокола, которое сопровождается чаще всего тем, что мы наблюдаем появление новой криптовалюты, то есть вместо, скажем, одной биткоина, появляется две, то есть одна остается, да, это биткоин, и появляется какая-то новая. И, на самом деле, несмотря на то, что форков было уже очень много, и декабрь самый насыщенный в этом плане месяц, мы даже с осторожностью относились к этому моменту, говоря о том, что ситуация с форками уже является несколько нездоровой, потому что уж очень много их появляется, это размывает, подрывает стабильность биткоина и размывает саму вот систему, да, которая строится вокруг этой криптовалюты, потому что, скажем, вместо одной появляется несколько уже, да, на данный момент, и все это хорошо, скажем, для тех, кто быстро получит бесплатные монеты и, скажем, продаст их, либо будет удерживать, но в целом для инфраструктуры биткоина это не такая уж и полезная вещь, и плюс признак того, что, вот мы неоднократно уже слышали про то, что некоторые форки биткоина являются кровяным мошенничеством, поэтому вот как из ситуации вокруг IPO, ICO, да, прошу прощения, которая также была очень обсуждаемой в середине года, да, примерно летом вот наступил общий хайп по поводу ICO проектов, и затем мы увидели, как ICO стали несколько меньшими темпами развиваться, потому что просто появилось большое количество несостоятельных проектов, то есть которые, по сути, представляли собой пустой продукт, ничего не было за спиной, да, какой-то основы, был просто сайт и просто сбор, скажем, денег на цели, которые, ну, далеки от идеальных и даже вот честных. Поэтому в целом можно признать два форта, да, биткоина абсолютным успехом, это Bitcoin Cash и Bitcoin Gold. Bitcoin Cash и вовсе некоторые уже нарекли в будущем всей сферы криптовалют и нарекли заменой для основного биткоина, но пока мы видим, что эти осуждения, они далеки от какого-то верного, да, потому что все-таки Bitcoin Cash в моменте гораздо слабее и фундаментально в том числе, чем Bitcoin. Тем не менее, тем не менее, вот эти форты, в частности, есть информация, что сегодня уже, да, осталось всего несколько десятков или уже несколько блоков до очередного хардфорка биткоина, поэтому, опять же, будьте внимательны именно сегодня, да, сейчас биткоин несколько укрепляется по отношению к доллару, но может просесть, да, вот после хардфорка. О рыночной ситуации текущей мы поговорим буквально через несколько минут, когда уже перейдем в торговую платформу. На самом деле мы уже отметили, что вот, да, несколько этапов. Давайте еще раз выделим. Первое – это вот начало, да, всей этой истории на фоне повышенного спроса из Китая, а затем развитие ситуации с официальным признанием со стороны Японии, затем летом вот можно выделить хайп вокруг ICO-проектов, да, это проекты, которые привлекают инвестиции для реализации каких-то блокчейн-стартапов, да, и помогают сделать жизнь всех людей лучше, да, вот именно с помощью блокчейн-технологий. Но, опять же, оговорюсь, что было довольно много несостоятельных проектов ICO. И, тем не менее, вот та криптовалюта, эфир, на которой чаще всего проводится ICO, она получила огромное признание и сейчас по праву является второй, да, после биткоина, по многим критериям, именно вот за счет того, что получила развитие технологии смарт-контрактов. То есть это то, на чем и строятся все ICO-проекты. Вот затем, уже ближе к концу лета, все чаще стали говорить о форках биткоина, да, появился биткоин-кэш в начале августа совсем, и началась история с тем, что друг за другом последовали несколько вот этих обновлений протокола биткоина. Каждый из них, кстати, провоцировал резкий скачок курса главной криптовалюты по отношению к доллару и к другим, потому что в надежде на получение бесплатных новых монет все покупали основной биткоин, да, затем, кстати, вот те, кто получил, по крайней мере, биткоин-кэш, я думаю, что точно остались очень и очень довольны, да, потому что буквально там с нескольких долларов, нескольких сотен долларов начиналась торговля, и в моменте мы видели, что и выше 4000 даже долларов поднималась цена биткоин-кэш ближе к концу года. Но затем был некий такой кризисный момент, когда появился негатив из Китая, все немного, скажем, испугались, да, хотя в целом восходящий тренд, который был, он оставался в силе, и мы, если посмотрите записи вебинаров, также говорили о том, что вот-вот там будет точка для разворота и продолжения восходящего тренда. Мы, кстати, верно очень обозначили ключевые уровни, от которых наши трейдеры очень хорошо заработали на том движении, и вот тот негатив из Китая был полностью выкуплен, несмотря на то, что, скажем, регулярно местный пытался и запрещать криптобиржи, и различные обменные сервисы, и ставил вообще под сомнение обиход криптовалют, да, на территории своей страны и среди своих граждан. И, тем не менее, вот все это не сочлите негативом, который может, скажем, испортить положение, да, в целом по сфере криптовалют. Поэтому, конечно, мы увидели рост еще в разы, даже по сравнению с теми, которые были, да, то есть с момента сентября, скажем, с 5 тысяч мы смогли достичь отметки в 20 тысяч долларов за один биткоин. Вот на самом деле на этом этапе уже в декабре, да, мы в ходе прошлой трансляции говорили о том, что является причинами той коррекции, которую мы видим сейчас, да, коррекция сейчас на самом деле уже подзатянулась. Есть даже основания говорить о том, что, может быть, это будет полноценный разворот, да, ситуации по биткоину и по другим криптовалютам, но в целом пока еще думается, что это временное снижение. Причин тому, повторюсь, было несколько. Опять же, это запуск фьючерсов на фондовых площадках США, потому что с приходом крупного капитала ситуация резко поменялась, да, надо учитывать те ресурсы, которые есть у участников рынка биржевого, да, в Соединенных Штатах. Плюс нужно понимать, что они несколько иначе оценивают данную сферу, и, конечно, они очень любят несколько манипулировать рынком, ну, конечно, в рамках, скажем, законного, в рамках разумного. То есть, что американцы... Это стопор... ...подисывает... ...свежит, что ложные... ...конечно... ...конечно... ...вок вверх уровня... ...поставить... 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 ...свежит, что... ...добавиться... ...свежит... ...вок вверх уровня... ...вторая причина... ...это... ...что... очень фиксировали свои фиксировали свои Продолжение следует... Поэтому я думаю, что сейчас должно быть лучше. Со звуком можем продолжить нашу трансляцию. Напомню, что уже буквально через 3-5 минут мы перейдем в торговую платформу и там обсудим перспективные ключевые торговые идеи на конец, начало следующего года. Пока же мы говорим о том, что было в 2018 году, подводим некие итоги и обсуждаем ключевые новости. Мы говорили о том, что явилось причиной резкого отсколка в отметке 20 тысяч долларов. Конечно, многие связывают это с тем, что... ...участников на фондовые биржевые площадки и со стороны фьючерса было огромное давление на сферу криптовалют. Кроме того, была массовая фиксация прибыли вблизи от метки 20 тысяч, потому что это все-таки психологически важный уровень. И на самом деле ситуация низко вышла из-под контроля. Можно так и характеризовать, потому что все движения, которые мы видели, когда биткоин, скажем, прибавлял по несколько тысяч долларов в день, это движение абсолютно аномальное и есть некий элемент, опять же, ситуации нездоровой для инструмента. Это похоже на эйфорию, на некий, сказано, финансовый пузырь, о чем много говорится. И поэтому нужна была некая разрядка, нужна была коррекция. И в итоге именно с позиции теханализа также было понятно, что она уже не за горами. Потому что, опять же, многие аналитики считали, что в целом обоснованная цена за один биткоин не может превышать 10 тысяч долларов к концу года. Но, вероятно, мы эти значения уже не увидим. Мы будем торговаться с 15-13 тысяч до конца этой недели и до конца года. И, тем не менее, ситуация сильной перекупленности в моменте, она также сыграла свою роль. И достаточно было малейшего знака, малейшего объема, скажем, на продажу, пробоя прежних важных уровней для того, чтобы биткоин и прочие валюты в моменте обвалились. Мы помним день, который обрекли уже черной пятницей, по аналогии с фондовым рынком. На прошлой неделе в пятницу мы наблюдали резкое снижение курса. И, конечно, все это заставило думаться о том, что снижение может продолжиться. Но, повторюсь, опять же, сейчас нет оснований считать, что это снижение может затянуться надолго. Мы в ходе прошлого вебинара, в четверг, в прошлый, говорили о том, что если биткоин в моменте опустится ниже отметки в 14500, то нужно будет обязательно его продать и заработать на снижение. Наши трейдеры так в итоге и сделали. Напомню, что биткоин опускался в отметке в 10500 в моменте. И, правда, мы фиксировали позицию несколько раньше на уровне примерно 12-11500. То есть, столь сильного сквиза на сленге трейдеров вниз никто, пожалуй, не ожидал. Хотя именно там находится прежний максимум еще ноября этого года. И это сейчас является абсолютно точно довольно сильным ценовым уровнем. В целом, все ключевые события, которые были в этом году, мы с вами обсудили. Отдельно хотелось бы сказать о том, что появились довольно сильные альткоины, последователи биткоина. Прежде всего, хотелось бы, конечно же, обозначить эфир, рипл, также йота сейчас очень ценится, дэшкоин и лайткоин. Сейчас запустим трансляцию нового рабочего стола, перейдем уже в торговый терминал, чтобы... Прошу вас поставить плюсики в общий чат, как только вы увидите мой рабочий стол и увидите торговую платформу. Вот сейчас должно все работать. Биткоин, доллар – это первая пара, которая сегодня будет у нас на разборе. Да, все отлично. Спасибо за обратную связь. Плюсики вижу. У кого что-то не работает, можете обновить страницу трансляции, либо выйти и зайти повторно в саму комнату для вебинара. Биткоин, доллар – самая, пожалуй, ключевая сейчас пара. Да, вот повторюсь, отметка 10500 является сейчас очень сильным уровнем поддержки, но вряд ли мы в ближайшие, скажем, одну-две недели можем достичь данного значения. Хотя в целом сейчас стоит говорить о том, что биткоин, доллар, смотрится скорее вниз. То есть биткоин может еще низко простерять позиции. Вот дополнительным сигналом к этому является то, что когда поза вчера, 26 декабря, мы вышли. Вот вышел на 14500, о котором мы уже говорили. И был сигнал на то, что вот после этого уже рост может возобновиться. Там многие, судя по, скажем, активности в торговом чате и по объему на бирже криптовалют, многие там покупали, пытались покупать. Но, конечно, это было несколько преждевременно, потому что закрепление выше данного уровня не состоялось. Мы вернулись в прежний диапазон, ниже этой отметки. И сейчас есть локально некая восходящая линия. Вот вы можете видеть, сейчас сегодня мы от нее отмелились. Локальная линия поддержки, вдоль которой биткоин может подрастать. И вот, опять же, ключевым моментом будет возврат в диапазон выше отметки в 14500, еще лучше, выше 15000 за одну монету. В таком случае можно будет покупать, рассчитывая на повторение максимальных значений этого года и, возможно, на их перебой, но мы бы вам советовали дождаться даже после закрепления выше этого ключевого уровня некую консолидацию, то есть такую ситуацию, когда несколько дней, либо хотя бы, скажем, 2-3 дня, биткоин будут удерживать выше этого важного уровня. Потому что именно после таких вот боковых небольших консолидаций в довольно узком диапазоне и происходят продолжительные восходящие движения. Об этом, опять же, вы можете узнать из наших прошлых трансляций, ссылка на которые была в чат предоставлена, потому что мы неоднократно уже обсуждали подобный паттерн, вот так можно назвать. В частности, вот самая показательная ситуация. То есть мы видим, как в течение нескольких дней биткоин удерживают выше важного значения. Это было важным значением еще и потому, что это был прежний максимум исторической цены. И именно после этого биткоин показывал довольно резкий рост. Буквально почти в три раза. То есть было увеличение с 7 до 20 тысяч долларов. Вот нечто похожее нужно ждать для того, чтобы уже точно понимать, что нас ожидает фаза роста и можно будет, скажем, рассчитываться на более продолжительное движение. Потому что вот то, что мы видим в последние дни, это низко показатель некой нестабильности и неопределенности на рынке. То есть мы видим, как регулярно появляются ложные пробои, то есть то вверх, то вниз просто выносится стоп-ордера. Опять же, это связано во многом с тем, что... связано во многом с тем, что есть некий спекулятивный объем со стороны группных участников, которые немного манипулируют ценой, это вполне нормально для любого финансового актива. Но основной тезис такой, что сейчас биткоин скорее находится в фазе снижения. То есть мы обозначили, что для того, чтобы покупать биткоин-доллар, нужны несколько дополнительных подтверждений на графике с позиции теханализа, например, которые мы можем видеть. И учитывая то, что ситуация к криптовалютам в целом повторяется довольно регулярно, то есть мы одни и те же графические модели видим с завидной постоянностью, то такая формация, в случае, если рост на самом деле будет далее более вероятен, она нас долго себя ждать не заставит. Но сейчас мы находимся в фазе снижения, повторюсь, и если, скажем, вы еще не продавали биткоин и не рассчитывали, скажем, заработать на его снижении, то лучше делать это не прямо сейчас, а после того, как мы окажемся ниже вот той линии поддержки, которую мы не так давно для вас показали. Вот это не горизонтальная линия на графике, а вот именно наклонная. Вдоль этой линии происходят некие покупки на протяжении последних дней, вот начиная с той самой Черной Пятницы, когда мы видели резкий обвал котировок. И если этот уровень не устоит, то появится хороший сигнал для того, чтобы продавать биткоин и рассчитывать на его дальнейшее снижение. В целом, вот сейчас график очень похож на те, которые неоднократно уже публиковались в этом году, графики с фондовым рынком США конца 90-х годов и графики вот еще с ситуацией с фондовым рынком Японии в середине прошлого века. Это вот ситуации, которые называют неким финансовым пузырем, то есть очень сильной перекупленностью, которая, скажем, граничила на определенных этапах с некой эйфорией по поводу какого-то актива, когда, скажем, покупали все, особо не разбираясь в том, насколько это фундаментально обосновано, насколько это благосрочно может иметь успех. Поэтому, конечно, рынку нужно некое очищение. То есть, опять же, есть довольно много ненужных и непонятных криптовалют, например, которые очень переоценены. То есть, думается, что вот то снижение, которое есть сейчас, оно, вероятнее всего, будет продолжено. То есть, где-то в области, скажем, 10-11 тысяч долларов мы должны увидеть биткоин в перспективе ближайших недель. Но, повторюсь, для того, чтобы продавать прямо сейчас, пока, скажем, весомых оснований нет, если вы еще не в позиции, да, а лучше это сделать после появления дополнительного подтверждения, которое может появиться уже после пробоя той линии поддержки, о которой мы уже так много сегодня сказали. Поэтому, то есть, учитывая, что в целом сейчас есть довольно высокая вероятность продолжения снижения цены биткоина, и очень вероятно, что можно будет купить его по лучшей цене, но если все-таки мы окажемся выше 15 тысяч за один биткоин, то при, опять же, сопутствующей ситуации на графике цены, конечно же, стоит покупать, рассчитывая, то есть там цели могут быть, первые цели уже могут быть на прежних исторических максимумах, то есть вблизи 19 тысяч долларов за одну монету. На самом деле, даже сильнее переживает ситуацию с коррекцией эфир, по сравнению с биткоином, мы видим, что его и сильнее откупили, то есть вернули в более высокий ценовой диапазон, по сравнению с биткоином, но, опять же, здесь тоже есть несколько, скажем, негативных сигналов, прежде всего тот факт, что мы находимся в условиях довольно узкой боковой консолидации в данный момент, то есть нет какого-то, скажем, нет общей позиции у участников рынка, нет направленного трендового движения, как мы это видели, на протяжении последних недель, и сейчас мы, по сути, застряли между уровнем по 600 и 700 с небольшим долларов за один эфир. Причем мы видим, что есть линия сопротивления, это вот самая верхняя линия оранжевого цвета. Вдоль этой линии идут некие фиксации длинных позиций и продажи в моменте, поэтому в лучшей ситуации для покупок, если вы все-таки считаете, что эфир дальше будет расти, и планируете, скажем, держать его на долгосрок, то стоит делать это выше отметки буквально 720-730 долларов за одну монету, потому что в этом случае у нас линия сопротивления будет тоже сломлена, можно будет об этом говорить, и более того, скажем, будет дан старт для некого дальнейшего импульса, потому что мы видим, что вот те ситуации с резким ростом эфира, они были по определенным алгоритмам. Все сделаны, то есть можно некую общую тенденцию на графике обозначить. Это то, о чем мы опять же говорили в ходе прошлых наших трансляций, некие фазы рынка, то есть за резким ростом следует консолидация, либо незначительное снижение. Но отличие данного, отличие последних недель в том, что мы видим сильное снижение, практически мы протестировали уровень максимума, который держался в большую часть года, это отметка в 400 долларов за один эфир, и с другой стороны показательно то, что мы от этого уровня все-таки оттолкнулись. Но чаще всего в таких ситуациях бывает то, что, несмотря на резкий отскок, минимальное значение от 400 долларов, ближе к максимальным, все-таки мы чаще видим продолжение вот той коррекции, того снижения именно в таких ситуациях. Поэтому, опять же, по аналогии с биткоином, да и в целом сейчас можно обозначить по всем криптовалютам, за исключением тех, которые, скажем, двигаются со своей историей, имеют некие фундаментальные факторы, собственные. Вот в целом сейчас альткоины и биткоин тоже находятся под серьезным давлением, и, вероятнее всего, мы увидим более продолжительную, нежели это было ранее в этом году, фазу снижения рынка. То есть, как долго она продолжится, и до каких уровней, само собой сейчас точно определить будет невозможно. Да, ключевыми отметками являются границы прежних максимумов цены. Вот по биткоину это 10500, да, повторюсь, 37500, это вот ключевые уровни, до которых, на самом деле, еще довольно далеко, и, тем не менее, вот именно они будут некими ориентированными. Главный вывод, который нужно сделать, да, заключается в том, что для покупок, скажем, криптовалют с позиции технического анализа, прежде всего, да, и с позиции тех новостей, фундаментального фона, который мы видим, пока предпосылок нет, поэтому нужно немного попридержать, да, скажем, вот объем, который мы планировали вот в длинные позиции опустить. Сейчас вполне вероятно будет снижение эфира до отметки по 600 долларов, да, вот в рамках той же боковой консультации, о которой мы уже говорили. Мы будем, скорее всего, оставаться до конца года в рамках этого диапазона, при этом, если у вас есть, скажем, возможность, да, через брокера, как вот компания Markets, да, которая для вас данный вебинар проводит, если есть возможность у вас продать и зарабатывать на снижении курса, да, то, конечно, стоит эфир продать по отношению к доллару и заработать на этой идее. Если же вдруг, да, произойдет пробой отметки в 600 долларов, это также вполне вероятно, но уже чуть в большей перспективе, скажем, двух-трех недель, то вполне мы можем увидеть снижение вот как раз-таки до прежних максимумов, это отметка в почти 500 долларов, 480-490 диапазон, вот эти значения, да, то есть я думаю, что более-менее торговый план по эфиру, он понятен. Эфир классик выглядит гораздо слабее прочих криптовалют из основных, да, которые доступны в торговле, в том числе у нас, и сейчас он находится как раз на уровне, на очень важном уровне, это уровень, опять же, прежних максимумов цены. Это вот та отметка, вот, которую мы покупали в свое время эфир классик, вот, затем, многие рассчитывали на то, что он, скажем, покажет и 50-60 долларов за эту монету, но пока, скажем, росли практически все остальные, эфир классик топтался на месте и не мог закатиться выше 40, долларов за одну монету, в итоге он и снизился, да, ощутимо сильнее, то есть более чем в половину, да, то есть более чем половину от своей цены он потерял, но, в принципе, для того, чтобы работать дальше с данной пиктовалютой, нужно учитывать то, как он себя повезет вблизи отметки в 21 доллар за одну монету. Повторюсь, сейчас он отбивается до назначения, но, вероятнее всего, в ближайшие дни может оказаться под данным уровнем, тогда вот можно будет его продать, потому что эфир классик на самом деле слабее многих других, в том числе альткоинов, и нужно это учитывать при принятии торговых решений. Покупки здесь могут быть обоснованы с позиции тех, анализ, только выше вот данных. значений это те уровни, от которых не так давно его более высокими темпами распродавали. То есть отметка в 27,4, 27,5 в общем, если округлить за одну монету. Вот скажем, если мы вернемся в диапазон выше данного уровня, то можно будет судить о том, что нас может ожидать новая паза роста по эфир классик. Пока же ситуация несколько похожа на эфир в том плане, что мы находимся в условиях боковой консолидации между двумя этими важными уровнями. Поэтому вся дальнейшая работа будет зависеть именно от того, в какую сторону будет выход за рамки данной консолидации. Причем, опять же, большая вероятность того, что это будет движение вниз. Кстати, вот тот момент, который мы уже неоднократно отмечали в ходе наших трансляций, это то, что примерно по всем криптовалютам в моменте наблюдаются очень похожие графические ситуации, не исключение и вот например, сегодняшний день и последние дни. Ситуация по The Cash она также очень похожа допустим на тот же эфир классик, потому что мы находимся ровно на уровне прежних максимумов и в данный момент несколько увеличив собъем на покупку от этого уровня, то есть немного откупают The Cash. Тем не менее, вот не будет здесь какой-то, скажем, индивидуальной ситуации, также смотрится скорее на продажу, скорее вниз, нежели к покорению новых вершин, но тем не менее, для тех, кто, скажем, хочет открыть сделку какую-то в моменте, вот именно сейчас, ищет перспективную криптовалюту, можно пробовать покупать с очень небольшим объемом The Cash, потому что явно он сильнее, чем тот же Эфир Классик, мы это видели по последним движениям, по тем диапазонам, которые мы наблюдали, по волатильности, и в конце концов по приросту, да, номинальному, и идея отбоя от уровня прежних максимумов, это отметка 420 долларов, она имеет место быть, на самом деле, но, повторюсь, такую сделку стоит открывать только небольшим объемом, который уж точно будет ниже среднего, который вы обычно используете, все потому, что в целом ситуация криптовалюту сейчас такая, довольно негативная, да, год на негативный, но теперь завершается для всех, в том числе для биткоина, поэтому ожидать, что мы увидим, скажем, резкий импульс вверх, в ближайшие дни не приходится, и опять же, я думаю, вы обратили внимание, что есть некий элемент боковой консолидации, также можно выделить вот тот уровень, который сейчас не может покориться покупателям, это отметка в 500, 525, 530 примерно долларов за одну монету TheCash, лучше всего, правильнее всего, а покупать выше данных значений, тогда уже будет понятно, что у нас вот эта фаза коррекции она завершена, и нас ожидает новый импульс вверх, именно после изготовления выше этого уровня, пока же можно лишь покупать, да, с первыми целями как раз таки вот на этой отметке в 520, то есть сделка по покупке TheCash сейчас скорее такая ситуационная, да, то есть на перспективу ближайших дней, но недолгосрочная. Что касается Monero, то также практически аналогичная ситуация, да, за исключением того, что Monero был ложный сигнал на покупку и был ложный пробой уровня в ходе вчерашней торговой сессии, мы небольшим вером покупали его выше 360 долларов, за монету, но сделки закрылись в безубыток по стоп-ордеру, потому что мы видим дойдя до 400 долларов, затем резко фиксировали позиции участники, да, и объем на продажу он приоплодал. Поэтому сейчас мы вновь вернулись в эту боковую консолидацию, которая также очень похожа на то, что мы видим, и на самом деле удивительно, обычно мы говорили в ходе лидеров о том, что есть опережающие и отстающие криптовалюты, то есть мы сегодня могли видеть какой-то графический паттерн по биткоинам, а спустя несколько дней такой же точный момент был по дэшкоину или по лайткоину, то есть очень похожие ситуации были, но с разным временным интервалом. Сейчас же мы видим, что по сути по всем криптовалютам ситуация абсолютно похожая, то есть по отношению скажем к доллару по крайней мере, мы видим, что графики очень и очень друг на друга похожи. И на самом деле Монеро не является также исключением, мы также в условиях боковой консолидации сейчас есть вариант, как и с тем, что мы окажемся ниже 300 долларов и тогда тогда уйдем гораздо ниже, да, можно будет продавать от 290 скорее до уровня, но также можем и протестировать интернетку в 500 долларов за одну монету, но только если окажемся выше 360 и опять, да, если опять Монеро окажется дороже 360 долларов, мы также откроем сделку на покупку, как сделали это вчера, и выставим там короткий стоп у орвер, чтобы в случае чего закрыться с небольшой прибылью, либо хотя бы в безубы. То есть данная торговая идея она во многом сохраняется. Ну вот, кстати, если мы говорим про ситуацию с опережающими и догоняющими криптовалютами, то очень может быть, что Litecoin сейчас и является такой опережающей валютой. То есть то, что мы видим сейчас по Litecoin, это сценарий того, что будет дальше происходить с другими криптовалютами. Потому что мы видим, что также он долго находился в условиях боковой консолидации, то есть двигался обратным диапазоном. Здесь можно, учитывая высокую волатильность после бедей, сложно определить какой-то, скажем, один или несколько очень важных ключевых уровней. Можно его провести именно так, как ситуация, как момент отбоя еще в середине месяца. Можно провести уровень несколько ниже, сделать его, скажем, от той консолидации, которую мы видели позавчера и вчера. Но ясно одно, что лайткоин сейчас стремится вниз. То есть очевидно, что никаких покупок у лайткоина сейчас быть не может, по крайней мере до тех пор, пока он не будет стоить дороже на 160 долларов. Потому что вот как раз обратите внимание, есть вероятность того, что это та криптовалюта, монета, которая идет с опережением сейчас. То есть вот нижняя граница диапазона и лайткоин закрепился под ней и сейчас двигается вниз. То есть вероятнее всего снижение продолжится как минимум до 200 долларов. Далее будет важный уровень. Это прежний максимум. Это отметка примерно в 160 здесь. То есть это вот такие ближайшие цели. Лайткоин будет наверняка стоить еще несколько дешевле. А вот от этих уровней, которые ниже текущего значения находятся, уже можно задумываться о покупке, потому что долгосрочный лайткоин в принципе фундаментально выглядит неплохо. Да, мы знаем, что во многом технология копирующая биткоин, но при этом с гораздо большей эффективностью, с гораздо более быстрой обработкой транзакций и с гораздо меньшими издержками. поэтому фундаментально лайткоин на перспективу долгосрочную выглядит довольно сильно, но опять же нужно ждаться лучшей цены. И вот будет интересно наблюдать, увидим ли мы похожие ситуации, скажем, по Zcash, по Monero, похожие на то, что мы видим сейчас по лайткоин. Дешкоин также стоит на уровне, это еще и круглое значение цены, обратите внимание, 1000 долларов за одну монету. Вот сегодня мы уже опускались и ниже этих значений, но сейчас вернулись обратно. Это на самом деле очень неплохой сигнал, когда, скажем, любой актив проваливается ниже очень значимого уровня, но затем цену возвращают обратно в верхний диапазон. Это означает, что в моменте в моменте вот поток ордеров на покупку, значительно выше. То есть есть некий крупный участник или группа, которая считает, что, допустим, Dashcoin должен расти, и его можно покупать от 1000 долларов, поэтому даже снижение ниже этих уровней, когда, казалось бы, основная масса должна была продавать, потому что мы, скажем, оказываемся ниже важного уровня 1000 долларов, значит, должны продолжить снижение и нужно продавать. Но вот весь этот большой объем на продажу, он выкупается и цена возвращается в прежний, более высокий ценовой диапазон. Повторюсь, это очень позитивный сигнал, более того, есть некая линия восходящего бренда, правда, до нее мы пока еще не дошли, если мы смотрим на дневной график, если опуститься на более такую локальную локальный таймфрейм, аж 4-4 часовой, то видим, что тоже ситуация несколько спорная, то есть сейчас мы ровно на линии поддержки находимся, то есть как бы мы не обозначили линию поддержки горизонтально либо под неким углом, мы находимся на очень важном уровне, поэтому в первую очередь в ближайшие дни смотрите дешкоин, он может на данных уровней очень хорошо сходить, то есть другое дело, куда будет движение, есть высокая вероятность того, повторюсь, что мы увидим ситуацию такую же, как с лайткоином, то есть пробой этого уровня и уход вниз, но тем не менее, в целом пока дешкоин выглядит сильнее, чем лайткоин, опять же все будет зависеть от того, пока неопределенно здесь преобладает, все будет зависеть от того, где будет закрытие сегодняшней торговой сессии, где будет торговаться завтра, и думаю, что в нашем торговом части появится уже более точная торговая рекомендация по мере того, как будет новая информация на графике нас ожидать. Ripple на самом деле очень силен, мы отмечали уже, что Ripple является некой резервной валютой, пока все корректируются, все криптовалюты распродают, но этот капитал во многом уходит в Ripple. То есть скажем, те, кто основной объем конвертации идет из всех других криптовалют именно в Ripple. И движение, которое мы наблюдаем по нему, это подтверждают. Вот на том же четырехчасовом таймфрейме очень хорошо отчетливо видна линия восходящего тренда, до которой сегодня немного не дошли, но классическая ситуация, которую мы также неоднократно уже обсуждали, это закрепление выше прежнего максимума. И прежний максимум у нас был 21 декабря по Ripple. Вот этот уровень, отметка 1.13. Именно от него сегодня во многом и мы видим, что рост продолжается. В моменте мы сейчас можем, кстати, обновить максимум сегодняшнего дня, поэтому можно локально покупать Ripple. Он может дойти до полутора долларов завтра. Это вот также то, за чем нужно обязательно наблюдать. Здесь очевидно, что Ripple также натрелла уже коррекция, потому что очень продолжительное безоткатное движение мы видим. Тем не менее, пока еще есть основания для того, что мы максимум перепишем в моменте и уйдем, повторюсь, к минимуму дополу на доллар. После этого возможно будет более серьезная продолжительная коррекция по данному инструменту. Bitcoin Cash на очереди это как раз таки то, что очень похоже на Litecoin. Мы видим, линия поддержки, которая была и сохранялась на протяжении 6 торговых дней, то есть на протяжении 6 дней не могли опустить Bitcoin Cash ниже от 2300 долларов, и буквально сегодня это произошло. Это очень важный показательный момент. Если сегодняшняя торговая сессия закроется ниже данного значения, то нужно будет продавать Bitcoin Cash, он повторит ситуацию как с Litecoin и уйдет ниже. То есть вполне себе перспективной сейчас является идея на продавку Bitcoin Cash с целью на уровне 1800. Это первая цель. Первая цель это довольно серьезное движение, его можно взять буквально за несколько ближайших дней. Поэтому рекомендуем за данной криптовалютой также наблюдать, но с позиции продаж. Есть несколько аутсайдеров, которые уже в уровне поддержки пробили и двигаются вниз, Litecoin и Bitcoin Cash. По ним вероятнее всего будет лучшая цена на покупку в ближайшее время, если вдруг Bitcoin Cash не вернется выше 2400 долларов. Если мы окажемся выше этого уровня, то это будет ситуация с ложным пробоем, тогда конечно можно будет небольшим объемом покупать Bitcoin Cash, но пока об этом говорить еще очень и очень рано. И вот помимо двух аутсайдеров есть несколько лидеров, которые сильнее рынка. Это конечно же Ripple, у которого все еще есть спора в проковницах и есть потенциал для дальнейшего роста. Ну и Dashcoin только если он окажется выше 1000 долларов, если сумеет удержать выше этих значений и мы увидим какие-то признаки повышенного объема вдоль вот этой линии поддержки, которую мы уже обозначили в ходе сегодняшнего вебинара. В таком случае можно будет задуматься и покупки Dashcoin. пока пока же скажем других монет для покупки в моменте пожалуй что и нет. Что ж все ключевые криптовалюты мы рассмотрели. На этом все то, о чем мы хотели рассказать пожалуй завершается. Мы подвели итоги этого года, обсудили основные события, которые могли наблюдать обозначить влияние в дальнейшую на судьбу криптовалют и обозначили некоторые актуальные трудовые идеи по главным криптовалютам на конец этого года и начало следующего. Поэтому пожалуй будем завершать. Я вижу что вопросов сегодня в общем часе по теме почти нет. Все готовятся к празднованию Нового года. Пользуя случаем вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем чтобы в следующем году нас ожидала такая же высокая полотильность по криптовалютам. Были подобные направленные трендовые движения, в ходе которых можно очень-очень неплохо зарабатывать. Поэтому всем еще раз успехов в торговле. Увидимся уже в следующем году и обсудим то, что нас ожидало в эти дни. На этом все. На этом все. Увидимся совсем скоро. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok